Значит, Иакова, 4 глава. Я сначала прочитаю эту главу. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? То есть, заметьте, вот 4 глава продолжает третью, и сейчас уже некоторые детали, которые конкретно говорят, откуда же у вас верующих, которые молятся Богу о терпении, о воздержании, о любви, вражды и распри? Так, откуда? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете? Убиваете и завидуете и не можете достигнуть? Препираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите. Дальше. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас? Но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш, да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья, если кто злословит брата, или судит брата своего, тот злословит закон, и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья. Могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого? Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если будет угодно Господу, если будет угодно Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех? Вот когда спрашивают, что такое грех? Заметьте, если человек не разумеет, что такое грех, тому будет грех, если он это делает? Нет. Заметьте, ответственность за грех с какого момента начинается? Если понимаешь, понял, убедился, что нельзя делать и делаешь, то что? Грех. И заметьте, если мы привыкли говорить грех украл, убил, ну так, по-крупному, да? А скажите, вот обычный человеческий разговор, вот летом поеду на Черное море, загорю хорошо. Откуда вы знаете, что вы летом поедете на Черное море? Откуда вы знаете, что в этом году будет погода? Ну как синоптики передавали, ага, да, синоптики передавали. Заметьте, всякое такое тщеславие есть зло, есть грех. Заметьте, а в чем тщеславие? Бог сказал, что в этом году будет такая погода. Я имею в виду, у Бога есть планы, какая будет погода? А я говорю, что я в этом сезоне загорать буду. То есть, заметьте, я свое мнение ставлю выше Божьего. Я не пытаюсь понять, какова воля Божья. Я говорю, что планирую, как будто бы все в моих руках, и погода, и деньги, и мир, и спокойствие на земле. Но может так быть, что вообще и кушать нечего будет в этом году? Может. Может быть так, что, кто его знает сейчас, с какой стороны вылезет Хусейн, и еще неизвестно, что сейчас будет. Может так будет, что тут бойня страшная будет такая, что нам не до морей, не до загара будет. Правда? Так, заметьте, грехом является не только убийство, не только вражда, но даже разговоры. Слышали такое? Там, идем на улицу, может зонтик взять? Не надо, дождя сегодня не будет. Вы что, сегодня прилетели только что с Совета Богов? только что оттуда? Нет, не будет. Вы замечали вот такая самоуверенность? То-то самоуверенно, твердо говорит, то-то самоуверенно, и заметьте, говорит о том, о чем он точно не знает и знать не может, но берет на себя смелость вот говорить, как будто бы Бог. И заметьте, любое такое слово, сказанное самоуверенно, да, является чем? Грехом. Но смотрите, я почему-то это прочитал сначала с конца, да, смотрите, вы по своей надменности тщеславитесь, а я задаю вопрос, когда мы читали Якова вторую главу, ты веруешь, что един Бог? и хорошо делаешь. Но един Бог, один Бог? Да, хорошо делаешь, и бесы веруют, что один Бог, но трепещут. Чего? Ну, если ты веруешь, что один Бог, вы знаете, почему написано, ты веруешь, что один Бог, но вера без дел мертва? Почему тут идет речь, веруешь, что один Бог, но идет речь еще о какой-то вере без дел? Если один Бог, если Бог это царь, судья, законодатель, и он один, а все остальные кто? Исполнители закона, правда? Вот как по этой главе мы читали. Теперь обратите внимание, когда Бог Духом Святым что-то говорит человеку, если это Бог говорит человеку, законодатель, исполнителю закона, как я должен реагировать? Я ему должен объяснять, что-то наперекор? Или сделать по-своему? Объяснять свои доводы наперекор его доводам? Или все-таки я должен исполнить? У меня миссия исполнителя закона. Слово Божие для меня закон, правда? Так обратите внимание, по какому поводу, или что движет нам, Что это за черта характера, когда Бог одно слово, мы ему наперекор двое начинаем или возмущаться, или не согласны, или говорим напротив, или молчим, но все равно делаем по-своему. Что за черта это? Надменность. Да, ты Бог, но будет по-моему. Да, ты муж, но жена сказала, и будет, как жена сказала. Дети говорят, да, ты папа и мама, но я хочу, чтобы было так. Вы поняли, да? Мы знаем, что Он Бог, но если Бог, то депочтение, правда? Вы замечали, я приводил пример, что вот бывает какая-то ситуация, нам надо как-то поступить внутри два голоса, и мы с кем-то начинаем разговаривать, Бог нам говорит, как надо делать, а мы вот идем по дороге, как будто бы с кем-то разговариваем, кому-то объясняем, и если поймаете себя, как говорится, на этих речах, вы поймете, что вы Богу доказываете, оправдываете свою точку зрения, чтобы все-таки было не по Божьему, а по нашему. Тогда и вопрос возникает, один Бог или два? Вообще, я говорю, один. Мне Бог говорит, почему тогда ты говоришь, когда один Бог говорит, почему второй начинает наперекор говорить? Тогда два получается, да? И бесы веровали, что один Бог, но когда Бог говорил одно, то бесы, сатана и его ангелы, что делали наоборот, теперь за вот это и трепещут. У них вера была, что Бог один, и что Слово Божие верно, но на каждое его Слово они противоставляли свое. Делали, и заметьте, по какой причине делали такое зло? Не тщеславие ли подвело сатану? Не потому ли он возгордился, что я же тоже кто-то, правда? Заметьте, что движет нашими детьми, когда они с нами спорят? Тщеславие, то есть гордыня. То есть детям свойственно считать, что они тоже умны? Кстати, вообще, чем меньше, тем умнее. Это к старости уже приходит такое прозрение, что, да, оказывается, мой отец был умный, только давно помер, жаль. И заметьте, как дети перед нами, так мы перед Богом часто, вот в том же самоположении. И заметьте, под тщеславие мы говорим, по надменности, пойдем, будем торговать, вот завтра вложу деньги, получу проценты, куплю гостиницу, вот с окнами на юг. Понимаете? Подожди. Ну что ты так вот это говоришь? Ты живешь, ты не знаешь вообще, в каком мире живешь. От тебя здесь ничего не зависит. Заснули мы в СССР, проснулись в СНГ. На Ге. То есть, обратите внимание, кто спрашивал нас, у кого были сбережения, думал на пенсию себе, на старость, перестроился Советский Союз, и где ваши денюжки? А кто-то ж планировал, говорил, правда? Даже я уже так говорю, ну ладно, нас никто не спрашивал. Ну, Михаил Сергеевич Горбачев, который уже эту перестройку хотел делать, он же тоже говорил, вот сделаю перестройку, будет так, так. Он думал, что процесс вырвется из-под управления. Он думал, что все так получится, что и его еще арестуют. Нет, он думал, что будет все как бы в его руках, что у него силы, достаточно мудрости, да. Но я не хочу сказать, что он все плохое сделал. Он сделал все-таки много чего другой бы побоялся сделать, но просто не учел свои силы. Дать свободу, не приучил людей свободой правильно пользоваться, правда? Сразу же начались революции, митинги, да. Я это к тому говорю. Многое чего мы планируем. И говорим это очень-очень твердо, самоуверенно, но заметьте, движет нами что? Надменность. Мы считаем, что мы самодостаточные у нас есть, да. А теперь, вы смотрите, я начинаю четвертую главу. Откуда у вас вражды и распри? Я задаю вопрос. Вы же верующие? Это же верующим написано. Заметьте, мы когда начали читать послание двенадцати коленом находящимся в россияне. То есть, это верующим было послание? Да. Теперь, они молились Богу? Да. В церковь ходили? Да. Дух Святой, они слышали? Да. Вопрос возникает. Бензин есть, мотор работает, почему машина не едет? Откуда, при всем том, что у вас все якобы есть, откуда же у вас тогда взялись вражды и распри? можно сказать, если связаться с предыдущим последним стихом предыдущей главы? Плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир, а которые не хранят мир, у них что появляется? Плод правды или плод неправды? Неправды, вот что, вражды. Те люди, которые молятся, читают, поют, не пропускают собраний, дают десятину, верят в Господа и Спасителя, но не слушают. Есть Дух Святой, и Он им говорит, что надо делать, но не всегда ж плоти хочется делать, что Дух Святой говорит. Хочется ж полегче, как говорят, человек ищет, где легче, а рыба, где глубже, да? И заметьте, если Дух Святой есть и говорит, как надо, а я ищу, искривляю свои пути, чтобы как-то оправдать свою плотскую похоть, можно сказать, что результатом будет не мир, не плод правды, а что? Вражды, ереси, гнев, крик, распри, разногласия, правда? Так вопрос задается верующим, откуда у вас вражды и распри? И заметьте, ответ какой, не отсюда ли, смотрите, вот причина, не отсюда ли от вожделений ваших воюющих в членах ваших? Задаю слово, вопрос такой, что обозначает слово вожделение? Стал плод вожделенным, помните, у Евы, желанным. Так, слушайте, не отсюда ли, не от желаний ли, вот хочу, не от желаний ли, имеется ввиду, плотских, и обратите внимание, воюющих в членах ваших. вы помните слова Христа? Царство, разделившееся само в себе надвое, не устоит. Если мы вдвоем с кем-то вышли на войну, и между собой спорим перед битвою, вы согласитесь, что это, этот наш конфликт может обернуться нам поражением? Теперь смотрите, «Ибо Царство Божие внутрь вас есть». Маленькая территория Царства Божьего в человеке, голос Божий, который внутри нас говорит, как надо делать, да? Вы заметили, вот мы прочитали в предыдущей главе и заметили, в первой главе прочитали, «Но допросит с верою, немало не сомневаясь». А если я сомневаюсь, то есть заметьте, у меня должна быть какая? Одна мысль какая? Только в сторону Бога, только в сторону добра. Ни о какой мстительности, ни о каком-то гневе, ни о жадности, да? Не должно быть даже речь, и мы не должны и место отдавать. Заметьте, противостоите дьяволу твердую веру, что такое твердую веру? Ни на сантиметр не допустите его приблизиться к вам, правильно? Любая мысль, которая вам говорит, опустите руки и не сражайтесь, потому что другие тоже не сражаются, заметьте, от кого исходит? От сатаны. Эту мысль нужно на корню пресечь. Заметьте, внутри царство должно иметь одну, как бы будем так говорить, одно настроение. Какое? Бог сказал, я верю Богу, Бог сказал, противостой. Все, что будет шептать сатана, все, что будет говорить друзья, уговаривать, что ты там, мучай себя, сделай как все, да, заметьте, нет, на эту тему не будет даже разговора. И не подходи с этим разговором. И заметьте, допросит с верой, немало не сомневаясь. Тогда есть надежда получить результат? А если внутри сомнения, которые я уже допускаю? Да, сначала приходит голос, заметьте, он еще не воюет. Пришла мысль, если я не дал место этой мысли, если я противостоял, не говорю, не буду и думать на эту тему, будет она воевать внутри меня? А если я ее вкусил, ну, она говорит, попробуй. Не, ну, ты только подумай, вот так ты потом сравнишь. Заметьте, дали место, вы помните, мы читали с вами в первой главе, похоть же зачавший с того момента, как мы согласились с этой мыслью ее послушать, что происходит в человеке, зачатие, да? После зачатия что происходит? Беременность. После беременности, да, роды начинаются. Я как-то приводил вам такой пример, вот по поводу зачатия. Смотрите, если женщина уже зачала ребенка, дальше от нее что-то зависит, беременность и само собой уже идет по определенному закону. Заметьте, не хочешь, чтобы было у тебя ребенка, предохраняйся, да? Не предохраняйся, вступаешь в какой-то контакт. Заметьте, соединились мы с мыслью, которую сатана нам подал. Произошло что? Зачатие. А дальше процесс беременности. Ты только сначала что? Пальчик дай. Сатана говорит, а что потом? А я и руку потом мотя. А там, где рука, там и плечо будет, где плечо, там и все пойдет. Правильно? И заметьте, человек, заметьте, его участие, вот где уж нужно беречься, чтобы не зачать, правда? Если уже зачали, беременность автоматически. Где бодрость? Вот два голоса, голос сатаны нам что-то говорит. Вот заметьте, не согласились, не дали ему место, не произошло зачатие, беременность будет? Нет. Но если эта похоть уговорила нас, если эта похоть нас убаюкала, и мы согласились послушать, дальше мы пустили это внутрь себя. Что начинается? Война. Заметьте, внутри нас уже два фронта, да? Один голос говорит нет, другой голос говорит да. Так? А теперь смотрите, ответ. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих в членах ваших? То есть, заметьте, они уже воюют у вас, уже плод внутри какое-то время пребывал уже окреп, и заметьте, он уже силен что делать? Воевать с чем или с кем? Вы заметили, эти два голоса внутри друг с другом воюют? Я вам прочитаю сейчас на эту тему из одного места Писания. римлянам 8 глава, с 12 стиха по 14 Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, заметьте, два внутри голоса, да? Если живете по плоти, то есть, подчиняетесь голосу плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то что? То живы будете. Заметьте, война должна быть, только заметьте, кто должен побеждать, на чью сторону мы должны становиться? Голос Духа Святого и голос Сатаны внутри, да? Голос разума и голос плотского сердца. Заметьте, на чью мы в сторону становимся, тот и побеждает. И заметьте, если живете по плоти, то заметьте, Дух Божий проигрывает в этот момент, да? Ты же стал на сторону Сатаны? А если становишься на сторону Духа и Духом умерщвляете дела плотские, противостоите плотским похотям, то что? Живы будете. И дальше написано, «Ибо все водимые Духом Божьим» То есть, заметьте, не двумя Духами, а одним уже, да? Один уничтожается, война идет. «Ибо все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи, а не водимые Духом Божьим, а плотью суть Сыны погибели или дьявола, да? И смотрите, не отсюда ли от вожделений ваших воюющих в членах ваших? Заметьте, мы уже разрешили не то, что усомнились в Божьих словах, но даже разрешили этим похотям, что у нас воевать. Значит, у нас внутри, заметьте, царство разделилось на двое, да? Вы поняли, почему поражение? Первая глава Иакова говорит, что даже мысль приходит, что уже надо на корню ее уничтожать. Бог сказал и так будет. Я буду делать, как Бог сказал. Вот в чем наша вера заключается. Значит, получается, позволяем воевать, значит, какие-то симпатии имеем, да? Не выгоняем, значит, все-таки чувство родной души, да? Вы слышали? Вот часто человек молится, Господи, если тебе не угоден этот порог, то выгони его. Я говорю, в переводе с русского на русского это обозначает. Он мне угоден, но если тебе не угоден, то выгони. Но Бог говорит, мне он не угоден, но я вижу, что тебе родня. То получается, я должен какое-то насилие на тобой производить. Нет, ты противостой дьяволу. Если ты упрешься, будешь выгонять, не хватит силы, то я подсоблю и за дверь вытолкну. Дальше, смотрите, написано. Значит, если мы позволили воевать, а это уже не начало, это уже беременность пошла на всех. Ребенок внутри уже ногами бьет. Заметьте, даже сомнений нельзя допускать. Дальше, желаете, помните, Павел пишет в 7 главе римлянам, чего хочу, то не делаю. То есть, заметьте, мы желаем стать хорошими, мы желаем измениться. Да, и смотрите, написано, желаете и не имеете. Почему? Слышали такую пословицу, добрыми желаниями, куда дорожка услана? Вот, почему? Кроме желания, желаю, чтобы картошка у меня была на огороде, ну и лопатку возьми и покопай что-нибудь. Заметьте, вы желаете и не имеете. Почему? Тут же ответ, потому что убиваете и завидуете. Заметьте, делаете, то есть, подчиняйтесь духу убийства, духу зависти, спорите, ругаетесь, гневаетесь и при этом желаете утром быть и вечером негневливыми, некрикливыми. Пример такой приведу. Желаете, чтобы об сковородку вы не обожглись? Желаете? А чего же руку ложите в сковородку горячую? Господи, избавь меня от крику, избавь меня от гнева. У тебя есть желание? Да, я у тебя прошу. Так смотрите, чтобы это желание исполнилось, я должен не подчиняться, когда хочется кричать и гневаться. Да. Видите, желаете и не имеете, потому что убиваете и завидуете. То есть, заметьте, подчинились злу, а просите, дай Господи, чтобы у меня было доброе сердце. Подчиняюсь злу, это все равно, чтобы сунуть вилку от утюга в розетку и говорить, Господи, всовывай в розетку, но хочу, чтобы утюг был холодный. Неразумно, правда? Выйми вилку из розетки, утюг будет холодный. Дальше. И не можете поэтому достигнуть, вы поняли? Хочу научиться играть на пианино. Мне Бог дает пианино. Но я просил, Господи, чтобы я тут не изучал сольфеджио, чтобы я не учил ноты, чтобы он сел и заиграл, как вчера сестра играла. Я хочу играть на пианино хорошо, но сидеть за пианино я не хочу, хочу смотреть телевизор и в момент просмотра телевизора научиться играть на пианино. Потому и не имеете чего, дарования игры на пианино. Дальше. Припираетесь и враждуйте с кем? Будь скор на слышание и медленно слова. Заметьте, припираетесь и враждуйте. С кем? Когда Бог говорит, как надо делать, а мы же верующие как раз, в чем заключается суть того, что мы верующие? Господи, что скажешь, мы будем веровать. Мы будем исполнять, что ты будешь говорить. И заметьте, как только Бог начинает говорить, то что? Припираетесь и враждуйте. Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердце. Можно сказать, это вражда? Дальше. Помните, евреям, сейчас не буду уже искать, 9 или 10 глава евреям, помните? Но если мы, получивши познание истины, то есть, зная, что нельзя делать, произвольно грешим, заметьте, а познание истины откуда мы получаем? Дух Святой открывает. Правда? Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, что такое произвольно грешим? Зная, что нельзя, но когда искушение, мы все равно его делаем, подчиняемся ему, то смотрите, не остается больше жертвы за грех. Жертва за грех кто? Христос? Христа не имеем права употреблять, прости Господи ради имени Сына Твоего. Правильно? Не остается больше жертвы. Грех такой не прощается, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. Заметьте, что такое противники? Препираетесь, Бог тянет, а ты что? Упираешься. Господи, помоги вылезти мне из ямы, на тебе руку. Подал руку, взял за руку, уперся ногой и тянул Бога в яму. Ну, вы поняли, да? Препирайся, то есть, сопротивляйся Богу, не покоряйся Ему, не подчиняйся, чтобы Он тебя в ту сторону, в которую ты просишь, чтобы Он тянул. И смотрите, припираетесь и враждуете, и добавляю, и не имеете. Вы поняли, почему? Заметьте, закон такой, в какую розетку всунули вилку, такую энергию получили. Согласны? А то, что хотим, это само собой. Я хочу ехать, но нажимаю не на ту педаль. Нет, чтобы ехать, надо нажать на ту педаль. Есть определенный закон, правда? Дальше. Потому что не просите. То есть, заметьте, есть желание, но не просите. И при этом, что, ну, заметьте, многие люди молятся Господи, ну, я тебя прошу, избавь меня от греха. Ну, если попросили, попросили, не избавились, потом, ну, видимо, правильно говорят, что нет человека, который жил бы и не грешил бы, да? Значит, правильно, мы действительно ничего не можем. Человек смирился. Если человек действительно поверил, понял, что можно измениться, просит изменить и не меняется, он будет дальше спрашивать, как же измениться? Если он сильно хотел, он будет допытываться и искать, чтобы кто-то ответил? Будет. А если он уже не спрашивает, то, значит, не сильно хотел. Дальше. Просите. Второй вариант. Есть люди, которые не просят, просто хотят, а поступают по своей плотской воле. У них ничего не получается. Есть другой вариант. Есть люди, которые просят, Господи, дай мне такой любви, такой мудрости, дай мне такого знания слова. И смотрите, просите и тоже не получается. Заметьте, можно просить и что? И не получить. Почему? Потому что просите не на добро. Вот вы увидели, приехал великий миссионер, проповедовал, пришли тысячи людей, и вы видите, как его встречают с цветами, какая ему слава, какие его почести. И вы говорите, Господи, дай мне такую, такую же мудрость, чтобы я так же словом мог говорить, чтобы меня так принимали. То есть, вы просите у Бога вот это дарование. Или дай дар петь, или сочинять стихи, или дай мудрость такую иметь с целью, чтобы прославить Бога, будучи при этом кротким и смиренным. Или чтобы самому стать звездой первой величины. Заметьте, Бог знает наше побуждение. Бывает так, что мы иногда просим, дай денег, Господи, как дашь денег, так церковь золочу, евангелизации будут, и тут вообще Киев станет одной нашей сплошной конфессией. дал деньги, так и сам пропал в церкви. Теперь весь в делах. Бог знает, что не всегда мы просим на добро, хотя мы всегда, как говорим, если дашь денег, то что? Дам тебе десятину, там, дам тебе и на постройку, дам тебе и, и, кто знает на что. Господи, дай мне мудрость, а то, как вот говорю, все меня запихают. Да, это же, я вот так всех запхнул, как раз говорили, чтобы все поняли, что нечего говорить, чтобы я, так, подожди, ты мудрость для чего просишь? Чтобы чувствовать себя выше всех? Заметьте, Бог даст мудрость? Нет. Заметьте, мы просим, Господи, дай Духа Святого, дай, чтобы были в церкви исцеления, чтобы были чудотворения. Выбрали меня диаконом или кого-то диаконисой и уже разговаривать нельзя. Сделали меня там лидером или руководителем домашней церкви, мне уже рот нельзя закрыть. Представьте, что если бы Бог дал мне пророчество дальше, чтобы я сегодня там киевских всех покойников повоскрешал, вы думаете, я с вами завтра буду разговаривать? Если сегодня меня окружат все кино, фоторепортеры, будут все щелкать, я по всем газетам буду, вы думаете, я завтра с вами здесь сидеть буду? То есть, заметьте, мы просим якобы дар Божий как будто бы прославить Бога, заметьте, у нас никакого дара нет и крыша едет. Ну, гордость от чего? Все знаем, все понимаем. Теперь представьте, надели нас еще божественными дарами, что будет? Ну, все. Несмокаемая речь будет и днем, и ночью. Гордыня будет такая, что не подойдешь и не подъедешь. Значит, просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы, смотрите, употребить для ваших вожделений. Обратите внимание, вот мы вот это все читаем, это нам раскрывает, вот почему, даже если мы просим, почему не получаем? Заметьте, дай нож, если вы видите, что человек злой, вы дадите ему нож? Если он злой, он может зарезать. Хотя он скажет, что хлеба хочу отрезать. Правильно? Ребенок, пока вы не понимаете, вы видите, что он не понимает и может ножом, ну, причинить зло кому-то, вред, да? Вы ему не даете нож. И Бог видит, деньги могут нас испортить? А мы часто просим. Просим у Бога и разных даров, чтобы мы сами иногда не задумываемся, что нами движет, какого мы духа. А мы бывают гордыми. Вот говорят, ой, был такой гордый, скромный, теперь выбрали его, теперь вообще не подойдешь. Так, значит, он и был гордым, только, ну, не было чем еще гордиться, не было той должности, правда? Потому Бог и не дает, и не дает даров, не дает языков. Тут и так, один и тот длинный. А представьте, всеми языками, говорю, больше всех. Знаете, как рассказывает, один говорит, у меня жена на семи языках разговаривает, полиглот. Он говорит, ой, бедный, как же ты с ней договариваешься? У меня один язык знает, и говорит, я не могу договориться. Ну, он так понял, что она на семи ругается. Вы поняли, почему Бог не дает? Можно сказать, что, если бы Бог дал то, что мы просим, а мы не умеем этим пользоваться, что это послужит, не у благословения, а у проклятия. Заметьте, пока первая христианская церковь была гонимой, она была благословенная. Как было признано миром, как получила почести от целей земных, началась гордыня, и церковь стала приходить в упадок. Дальше. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Скажите, к чему вот это написано? Где здесь прелюбодеяние? Скажите, все мы, крестившиеся во Христа, заключили завет со Христом? Правда? Ну, хоть и на бумаге. То есть, но это еще не свадьба, не бракосочетание. Обвенчались, можно сказать? Я обручил вас. То есть, обручение, венчание. Извиняюсь, не венчание, а это, ну как бы, обручение, сватовство произошло. И теперь смотрите. Мы же Богу обещали как? Заметьте, в момент крещения мы погружались с головой, и что мы этим обещали? Господи, все, что будет говорить сатана, к чему он нас будет побуждать, и если плоть наша будет хотеть, мы с ней что будем делать? Топить, распинать, умерщвлять. Правильно? А все, что ты будешь говорить, мы будем что? Выходить из воды, ну как бы, подчиняться тебе, исполнять, жить для тебя. Это было наше обещание. Хоть знали, хоть не знали, хоть не понимали этого. А теперь смотрите. Пообещали Богу одно, а теперь что? Дальше. У нас же был какой договор? С момента, как заключаю с Господом союз, то прошло своего, с кем я блудил, что у меня с ним? Господи, уже за тебя выхожу замуж, Господи, со всеми своими прежними товарищами, иди, не греши, да? А вообще, расстаться тяжело. Ведь сатана все-таки приятное что-то для плоти, правда? И для обиды у него есть доводы, и для воровства, и для зависти, и для гордости есть. А у Бога не гордись, не завидуй, а в жизни вроде бы выгоднее сатаной и украл, и погордился, и дал кому-то сдачи, правда? Вроде бы, как место свое под небом завоевал. Вроде бы, легче, хоть и воевать приходится. И Бог говорит, прелюбодей и прелюбодейцы, вы обещали от меня не быть с кем, только со мной. Вы поняли, почему прелюбодей? И всякое возвращение к своему прежнему сожителю, извините, что я так говорю. Вы поняли, почему я сожитель говорю? Ну, первая глава Иакова, Бог родил нас словом истины, то есть зачатие, да? И заметьте, да, мы зачинали и рождали раньше злой грех, правда? От кого? От сатаны. С момента крещения мы пообещали с прежним сожителем, с прежним своим царем, повелителем, да, больше не будет никаких отношений. Теперь, всякое заигрывание с его голосом, это о чем говорит? Всякое желание повторить, удовлетворить свою старую привычку, говорит о том, что мы продолжаем. Подали заявление в ЗАГС с этим, но еще пока до дня бракосочетания, можно еще, потом уже, конечно, на небе нельзя будет гулять. А до бракосочетания, что? Заметьте, всякий грех, всякое потакание греху, это заигрывание с кем? С прежним своим повелителем. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Скажите, с каким миром идет речь? Смотрите, 18 стих, 3 глава Иакова. Это есть мудрость, заметьте, нисходящая, это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, можно сказать, мирская. Ну, имеется ввиду мир, мирской, от Бога отделенный. Смотрите, дружба с миром, обратите внимание, мы привыкли, что дружба с миром, знаете как? Вот верующие не должны сережек носить, не должны коротких юбок носить, и если женщина одела длинную юбку и сережки сняла, то это уже что? У нас с миром что? Порвало. Значит, мир это что? Юбки, сережки и помада на губах, да? И все? Скажите, а сплетни это не из мира? А гнев, а крик, это присуще этому миру, который подчинен сатане? Заметьте, дружба с миром, это не только мода, это заигрывание, это подчинение и гневу, и раздражению, и зависти, и обидам, и гордости, и сплетням, правда? Вы поняли о чем? Дружба с миром, дружба с плотскими, мирскими похотями, в которых мы жили некогда, да? И по отношению к которым мы пообещали, что будем умирать теперь для них. И дальше. Заметьте, дружба с миром, а заметьте, конкретно, дружба с миром, можно сказать, это дружба с сатаной? Когда это происходит? Когда мы дружим с сатаной? Всякий раз, когда мы слышим его голос внутри и соглашаемся, и даем волю ему действовать в себе, мы с кем уже начали дружбу? С миром или с сатаною? А заявление подали в ЗАГС с Богом, со Христом, в момент крещения. Значит, дружба с миром есть автоматически в этот момент вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, заметьте, как хочет, кто подчиняется голосу плоти, тот, добавляю слово, автоматически становится врагом Богу. То есть, заметьте, в этот момент можно сказать, что мы отделены от Бога. есть вот такое место, 2 Коринфянам, 5 глава. Значит, написано, 6 стих, 2 Коринфянам, 5 глава, 6 стих. И так мы всегда благодушествуем и как знаем, что водворяясь в теле, имеется в виду, водворяясь, соединяясь, подчиняясь с нашей этой плотской храминой, в этот момент мы устранены от Господа. То есть, помните слова, не можете служить одновременно двум господам. Если в этот момент вы с сатаною, то в этот же момент вы отделились от Бога. Если вы соединились с Богом, то вы в этот момент отделены от сатаны. Заметьте, внутри два голоса. Мы не можем одновременно плыть на двух кораблях. Правильно? И быть водимыми двумя духами, которые направляются в разное направление противоположное. Кто друг миру, тот враг Богу. Или вы думаете, смотрите, как написано, или вы думаете, что напрасно говорит Писание и цитируется из Писания Ветхозаветнего такие слова. До ревности любит дух с маленькой буквы, живущий у вас. Или в нас. В нас. Заметьте, Бог до ревности любит дух, живущий в нас. Скажите, мы ревнуем, ну так будем говорить, муж-жена о том, кому принадлежит и душа. Тело тебе, душа туда. Живу с тобой, люблю того. Нравится вообще муж такой или жена? Заметьте, мы как бы говорим, тело тебе, ну типа, я принес его в собрание, а мысли совсем в другом направлении полетели, да? Заключил завет с тобой, а Бог говорит, мне не нужно только твои слова, которые ты говорил, заключая завет. Мне не нужно только то, что ты повторяешь библейские фразы и молишься и просишь. Мне нужно что? Дух твой, мысли, внутренность твоя. Я хочу не только, чтобы рука подчинялась мне, но что? И сердце. И заметьте, если сердце будет подчиняться с рукой, нужно будет бороться? Нет. С языком нужно будет бороться? Нет. От избытка сердца говорят устав. Значит, если сердце исправится, то язык автоматически. Помните, мы читали сегодня, сердце мудрого знает и время и устав. Сердце уже у мудрого человека знает и время и устав. Когда говорить? Оно уже знает какие-то рамки и законы. Но тем большую дает благодать. Кому тем? Заметьте, тем большую, а кому-то получается какую? Меньшую. Теперь возникает вопрос. Кому тем дает большую благодать? Смотрите. Те, которые хранят мир, 18 стих, 3 глава, у них плод правды сеется. Значит, дает что? Кому Бог больше дает благодати? Кому больше дает Духа Святого? Кому больше дает знания и силы? Кто заметьте, и в Духе. Смотрите, начало греха начинается с мысли. Правда? То есть, в нашем Духе. И Бог говорит, что я хочу не только, чтобы язык не говорил, но даже что? И в сердце не возникало то, что языку хочется сказать. Правда? И смотрите, если и в сердце происходит борьба, и в сердце пресекается дьявол, то таким людей, заметьте, они хранят мир, не подчиняются искушению, то тем, то есть, вот этим людям, что? Бог тем дает большую благодать. Кто хранит мир, а кто не хранит, то что? Дает меньшую. А если он подчиняется и позволяет воевать себе, то вообще ничего не дает. Посему и сказано, Бог гордым противится. Заметьте, в чем гордость? Я вам говорю, почему ребенок спорит с родителем? Потому что считает, что умный. Почему нам хочется, вот вы заметили, читаем Библию, мы верующие, вы заметили, как Библия перекручена в каждой конфессии? То евреям, то римлянам, то коринфянам. Киевлянам есть? А то перевод не такой. Вот на русском плохо, надо на иврите почитать. Но почему русскому на иврите почитать? Потому что на русском четко написано, не укради, так надо почитать на иврите, мой там как-то или не пропало. Заметьте, то в переводе ищется причина, то объяснение какое-нибудь. Бог так сказал, а нам кажется, так. Иногда говоришь, смотрите, в Библии написано так, а у нас в церкви учат так, я извиняюсь, не важно, что у вас в церкви учат. Заметьте, в церкви должны учить то, чему Бог учит. Бог же дал рецепт. Бог сотворил человека и сказал, вот она схема, вот он рецепт, как бороться с грехом. Поэтому те, кто повинуется Богу, подчиняются, хранят себя нескверненными от мира, да, которые хранят мир Божий внутри, не подчинившись на провокацию греха, да, тем дается больше благодать. Заметьте, а они какие? Смиренные, заметьте, кто подчиняется, когда Бог говорит, я не выступаю, не спорю, не доказываю. Можно сказать, что значит, я признаю власть Христа и проявляю смирение. Поэтому и дается ей благодать. А если я спорю и доказываю что-то наоборот, то что? Значит, я гордый. И здесь написано, Бог гордым противится. Заметьте, церковь, которая все знает и все понимает, что откроется. Ей уже все открыто. Там нечего ей ходить в церковь и молиться. Уже все открыто. Ну, а что-то, говорят, надо ходить. А что ходить? Потому что, не будете ходить, если Христос придет, а вы не в церкви, то пропадете. Так значит, от того, что вы ходите от этого спасения? Нет. Смиренным дает благодать. То есть, невыступливым, способным прислушаться к голосу Бога, дает благодать, дает мудрость. А гордым противится. И так покоритесь Богу. Так мы же уже покорились на крещении все. Опять покоритесь. Вы поняли, как Богу покориться? О каком покорении идет речь? Когда внутри плоть возмущается против Бога, то что? Как покориться Богу? Пресеките эту плоть. Не подчинитесь ей. Противостойте ей твердую веру. И что? И вы подчините. Дьявол убежит, останется кто? Бог, и вы покоритесь кому? Богу. Дальше. Противостаньте дьяволу. Заметьте, внутри два голоса. Одному нужно покориться, другому противостать. Смотрите, и убежит от вас. Заметьте, когда убежит? Если противостанете, в другом месте написано твердую веру. Убежит. А если мягкую, то убежит. Я пример такой вам приведу. Неразно наблюдаю, как мужчина или парень к женщине пристает. И заметьте, какой пристает долго. Ну, пойдем, ну, мне скучно, там, выпил. Она там, ну, как-то отговаривается. А другая так повернулась, влепила ему один раз, говорю, с этой, говорит, ничего не получится. Убежал. Твердая вера. Ну, я сейчас не говорю про пример, там, в смысле, не к тому, чтобы всегда это, ну, я просто привожу пример. Он сразу уразумел, что ничего не получится, да? А другая улыбается. Да нет, меня мама ждет. Ну, если мама ждет, твердой веры, нет, не противостоишь, крутишься, нравятся комплименты, то есть надежда, что можно еще? Это мягкая вера. То есть, заметьте, сатана должен получить четкий отпор, да? Тогда убежит. Дальше. Приблизьтесь к Богу. Слушайте, это же верующие, они же уже приблизились, они же уже в церковь ходят. Где сближаемся мы с Богом, люди добрые? В церкви, в какой? В нашей. Как пришли, так и сблизились. Помолились, глянули на кого-то и забыли, где сидим и про что думаем. И заметьте, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. То есть, заметьте, что Бог со своей стороны уже все сделал, чтобы приблизиться. Дух Святой стучит прямо в ваше сердце, правда? Сестую у двери, значит, он приблизился. Так заметьте, кто на расстоянии стоит? Заметьте, если у нас чего-то не получается по-божьему, кто виноват, я или Бог? Можем ли мы обвинить Бога в том, что Он чего-то не сделал, чтобы мы давно-давно уже стали тем, кем должны быть? Помните, Бог поругаем не бывает. Со своей стороны Бог все сделал. Что посеет человек, что будет делать, по какой схеме будет действовать, то и у него и будет. Приблизьтесь к Богу и Он приблизится к вам. Фактически, Он приблизился, но мы говорим, между нами расстояние, а Бог как бы говорит, я вам такой пример приведу. Вот есть точка, к которой с этой стороны пришел Бог, с этой стороны должен прийти человек. Бог сделал все, сколько он должен был пройти, Он пришел до упора, а я не пришел, поэтому, заметьте, на кого я сваливаю, кто к кому не приблизился. Господи, чего ты меня покинул? Он его покинул или я не подошел? Он подошел со своей стороны, сделал все. теперь заметьте. Мы говорим, приди ко мне. Он говорит, я давно пришел. То есть, ты придешь, и я вроде бы приблизился, только кто должен идти? Я уже давно пришел, я уже давно стучу, я давно говорю, что надо делать. И заметьте, ты приблизишься, и я приближусь, но я стою на месте. Вы поняли, да? Я уже пришел, дальше некуда. Насильно в сердце входить не могу. Требуется твоя вера, твое согласие. Поэтому от тебя требуется шаг навстречу. Дай согласие. Очистите руки грешники. Заметьте, как очистите руки грешники. Не подчиняйтесь греху. Не делайте тот грех, который вы делали. И очередная провокация на грех, дайте отпор. Ну, не подчинитесь. Хоть противостаньте дьяволу. Заметьте, вот она очищается, как руки. То есть, чтобы с Богом соединиться. Дальше. Исправьте сердца двоедушные. Обратите внимание, что это за двоедушные? У человека что, две души? Заметили? Человек с двоящимися мыслями в первой главе мы читали. Что? Есть, и мы читаем Библию, а у нас переменный успех. То одни мысли, то другие, то мы какие? Курить, не курить, пить, не пить, читать, не читать Библию, да? Заметьте, вот нас трое, сели мы читать Библию. Господи, дай мне мудрость, открой мне Слово Божие. Так хочется знать. Чтобы удобно, ляжу на диван, лягли. Ой, что-то так в сон клонит. Нет, я посплю, что потом посплю, свежий разум, и я почитаю. Как дреманули, встали. Ой, четыре часа, говорит. И заметьте, хочешь читать? Хочу. Усилие требуется, требуется. Плоть тоже свое что-то требует. Но если не спать, так, знаете, соседка пришла, потом вспомнишь, серия очередная, какая-нибудь там, какого-то фильма, да? И смотрите, исправьте сердца двоедушные. Если читать, так читать. Пример такой приведу. Какой человек в жизни чего-то достигает? Было бы неплохо обливаться холодной водой, да? Все, завтра обливаюсь. Зашел в ванну, мне сегодня что-то прохладно. Я говорю, вот эти люди не будут обливаться. Спортсмены, заметьте, кто достигает в этом мире? Принцип один и тот же. Кто достигает результата? Тот, кто тренируется, если жарко, отдыхает дома. То дождь пошел, тоже дома, потому что костюм забрызгаю. То зима, началась поскользнуть, ногу сломаю. Когда он будет бегать? Кто наблюдает ветер, тому не жать, помните? Кто наблюдает погоду, тому чемпионские лавры тоже не получать. Заметьте, кто принял решение и невзирая на погоду, бежит. Можно сказать, что этот человек достигнет что-то? Поставили себе, что нужно читать? Если вы не поставите это в закон, вы согласитесь, что если Бог даст, буду читать каждый день по 5 лавров. Вот посмотрите, Бог не даст. Так как все от Бога, и соседи приходят, и телевизор показывают от Бога, и все от Бога, то Бог вам не даст. Вы согласитесь, что вы должны где-то поставить, сказать все? неприемное время. Ну, я не говорю там о тех случаях, когда бывает, ну, действительно, соседа хата говорит, а я Библию читаю. Я не об этом случае говорю. Ну, есть вот такие обыденные дела. Не поставите в себе в закон, если будете так, ну, даст Бог, я говорю, ничего не получится. Бог уже дал и сказал, ты только возьми и делай, так как Он сказал. Можно всего достичь. Дальше. Смотрите. Исправьте сердца двоедушные. Как исправить? Сомнение нужно там пресечь на корню. Сокрушайтесь. Плачьте и рыдайте. Заметьте. В чем сокрушаться? Вот в том, что когда Бог говорит, вы спорили, доказывали, что радовались, претендовали быть учителем, что знаете, ну, сильно, много говорите, да, заметьте, сокрушайтесь, все свои умничения, все свои претензии, что много знаете, что и Богу много объясняете, и всем рот закроете. Сокрушайтесь и плачьте. Прекратите выступать и умничать и с людьми, и с Богом. Смех ваш, что кому-то рот закрыли какими-то стихами, да обратиться в печаль. Бывает же такое, вот говорили об истине, я так доказал, что все закрыли рот. И радость такая, да? Вот что значит истина. А вы знаете, что здесь гордыня часто бывает? И Бог говорит, не в пользу, и этот ваш смех, это ваше чувство, что вы победили, говорю, извини, но использовал ты мои знания, но во вред они тебе послужили, ты еще больше возгорделся. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом. Обратите внимание, опять, ну как смириться? Смирите свое я. Когда Бог говорит, не выступайте, не спорьте, не доказывайте ничего, наоборот. Смирите свою плоть. И вознесет вас, заметьте, куда вознесет? Кто говорит, на небо? Да подождите, на небо еще. Награда будет, вознесет, вы станете великим человеком у Бога. Смотрите, вознесет. Читаю Иакова, первая глава. Дохвалится униженный брат высотою своей. Что такое вознесет? Чтобы стать в глазах Божьих великим человеком, кто больше в Царстве Небесном? Кто меньше? Кто больше умолится, правда? Чем больше будешь, меньше будешь выступать, чем меньше будешь претендовать, что ты кто-то, какой-то великий, тем больше тебе откроется, больше знаний, больше мудрости, и люди тебя будут уважать, как действительно великого Божьего человека, а ты будешь при этом оставаться скромным и простым. Но заметьте, смиришься, не будешь умничать, вознесет. А если ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имея нужды, то что? Не вознесет. Ты несчастен, жалок слеп нищинах. Не злословьте друг друга. Заметьте, это заповедь Господня. Без всякого рассуждения запрещено этим заниматься. Не сейте зло. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата, обратите внимание, или судит брата своего, тот злословит закон. Слышите? Я пример приведу. Есть церкви, которые говорят, закон отменен, а есть церкви, которые говорят, не отменен. Но если закон гласит, не злословь, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, а я кого-то злословлю, то я что делаю? Смотрите, я злословлю закон, то есть я на него как бы что? Со злом говорю. Почему? Заметьте, если закон говорит Божий, не злословь, а я злословлю, то этим я показываю, что закон несовершенный и нуждается в чем? В корректировке. Почему? В первой главе мы читали, но кто вникнет в закон совершенный, то есть почему совершенный? Он не нуждается в наших изменениях. Это Бог сказал. Закон совершенный. А если Он говорит, не злословь, а я злословлю, то значит я считаю его несовершенным. Бог создал этот закон, но Он поступил в вышестоящую судебную инстанцию, это я. И я сейчас вот тут как бы, я говорю, правильно написано, не злословить, вам нельзя меня злословить, а мне вас можно. Вы все заметили, что часто даже и в церкви закон как бы шла, куда повернул, туда и вышла. Если сказал на пастыря, то же самое, что и на рядового, то если на рядового, то ничего, а если на пастыря, можно и получить хорошо. А в принципе перед Богом есть разница, что на пастыря, что на простую бабушку сказать. Одно и то же. Есть разница. Преступление и то, и то. И нет никаких ни привилегий, ни скидок. Правда? Ну, в церкви же так не бывает. Сплетню на вас пройдет, сплетню на меня не пройдет. Исключу. У меня же ключи, царство Божие. Закрой ее и не выпущу. Или выпущу, не упущу. И смотрите, кто судит брата, значит, он не согласен с Божьим законом, и значит, злословит кого? Закон и судит закон как несовершенный, что Бог не совсем как бы совершенный, что слово его не настолько правильно, как мое. А дальше написано. А если ты судишь закон, то слушайте, то ты не исполнитель судья, но папа римский. То есть на что претендуем? Вот мы говорим, папа римский закон изменил в две заповеди, а мы сколько изменяем каждый день? Мы же недалеко от папы римского ушли. Вы замечаете, как у нас есть желание все время его перекрутить, этот закон Божий? Смотрите, то ты уже не исполнитель закона, а все люди, включая и папу римского. Кто на земле? Бог дает закон, мы обязаны исполнять. То ты не исполнитель закона, но судья. И тут же пишется, един законодатель и един, один, судья. Смотрите, могущий спасти и погубить, а ты? А ты кто, который судишь другого? А я пастыр церкви. Кстати, я вам хочу сказать, вот знаете, вот говорят, пастырь вообще по Библии, да? Слышали сейчас, пастор? Слово пастор обозначает преподобный отче. Иисус Христос подобный отцу, а пастор преподобный. Знаете, чем отличается подобный от преподобного, мудрый от премудрого? Знаете, чем отличается? Ну, если Сын Божий подобный, а я преподобный, то кто кого должен учить? Ну, конечно, я Иисусу должен объяснить, он же не все понимает. Ты кто, который судишь другого? То есть, заметьте, мы же вообще никто. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Заметьте, опять, ты кто, что так говоришь? Вот ребенок иногда, вот вырасту, куплю себе машину, тебя не буду катать. Ты еще на трусики не заработал, дорогой. Единственное, что ты умеешь, ты туда постирать не умеешь, умеешь только их испачкать. Вот вырасту обязательно и буду жить не как вы. У меня будет какой-то дом такой, вот я видел одну рекламку. Я говорю, я тоже видел рекламку одну. Вырастешь, посмотришь на ту рекламку, когда вырастешь. То есть, вы поняли вот это вот един законодатель, един судья. Ты кто, что так разговариваешь? Вот это самоуверенная речь. На небе, знаете, какая церковь будет? Наша. Я извиняюсь, если ты что, только что оттуда прилетел, еще и про всю церковь. Это от самоуверенности речь такая, от надменности человеческой. Мы ставим себя выше Бога. Помните, попутно просто прочитаю Фессалоникийцам, второе послание Фессалоникийцам, вторая глава. С первого сиха. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами послано, будто уже наступает День Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, заметьте, пришествие. Да коли не придет прежде отступление, заметьте, кого? Что кто-то, кто пришел к Богу, потом что? Отступит. И не откроется человек греха, сын погибели, заметьте, откроется, станет явным, и заметьте, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Это говорят, знаете о ком? О Папе Римском. А я вам хочу сказать, скажите, в какой церкви Писание вот так не извращается под своим вкусом. Да нам, если не хочется конкретно, а мне не хочется какой-то стих принимать, я же превозношусь, противлюсь святыне, Духову Святому, превозношусь перед ним, правда? Значит, я человек греха, сын погибель. Я оправдываю свою точку зрения, свой грех. И заметьте, противящийся, превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью. Святынью. Если Бог говорит, а я ему наоборот, то я перед Богом превозношусь? Да. Я считаю, что не один Бог. И дальше. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Знаете, бывает так, брат или сестра, как вы считаете, мы спасемся? Ну, если даст Бог, спасемся. Что-то у тебя веры нет. А при чем здесь вера? Как ты можешь, я верю, что я спасусь? Да, Библия говорит, мы спасены в надежде. Это восьмая глава римлян. А там написано, а надежда не подстрижает. И в пятое говорим, написано. Потому что любовь Божья должна излиться. Тогда и надежда. Мы теперь, дети Божьи, согласны, да, но еще не открылось, что будем. Почему? Библия пишет, что претерпевший до конца спасется. Да, мы сегодня бежим. Бежим на дистанции Божьей. На ресталисе. Бежим. Завтра можем кувыркнуться. Да. Претерпевший до конца спасется. Да, еще не все бегущие добегут. Не все с этим захотят согласиться. И дальше. Вы по своей надменности тщеславитесь. Говорите, кто погибнет, кто спасется, будет дождь или не будет. Да. Часто бывает наперед что-то такое пророчествует, что оно ни в какие ворота не влезает, да. Заметьте, по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие. То есть, заметьте, любая категоричность, любая настырность, любое желание доказать свою точку зрения, хоть и не по Божьему, а вот так только как. Я понимаю, заметьте, есть зло. Перед кем? Перед Богом. Ну, скажите, страдает кто от этого? Человек или Бог? Страдает он и Бог. Ну, Богу просто неприятно, что мы очередной раз решили продолжить блуждания свои во тьме, да. Но физически будем страдать в первую очередь мы. Бог просто переживает за нас, как мать за дитя свое. И любое превозношение, любое где-то вот противостояние Богу есть зло. Итак, кто разумеет делать зло, кому Бог говорит, и я понимаю, что так надо делать, кто читает Писание и знает, что это плохо, но делает тому грех. А теперь заметьте, верующий, фактически, имеющий в руках это Писание, слышащий голос Божий и разумеющий, знающий, что можно, что нельзя делать. Фактически, любое несогласие с голосом Божьим, с голосом истины является грехом. Или духовным прелюбодеянием. Дали обет Богу, служить Ему, общаться с Ним, от Него рождаться свыше. А продолжаем рождаться от земли. То есть, возвращаемся в свою же Адамову плоть, склонную ко греху. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова